На сцене специальный таймер. Запускается только в тот момент, когда кто-то танцует. Если движение прекращается, секундомер замирает. Именно так телеканал ТНТ, а точнее организаторы проекта «Танцы» решили выяснить, какой из городов России может претендовать на звание танцевальной столицы. Сегодня у нас проходит российская танцевальная гонка. Владивосток принимает участие. Мы боремся за звание самого танцевального города в России. Танцуем без остановки, поэтому присоединяйтесь. Владивосток, как уже можно догадаться. Не единственный город-участник. Еще два десятка его конкурентов участвуют в танцевальной гонке, охватившей не один регион. Чтобы участникам не было скучно, организаторы придумали для них задания. Например, танцорам нужно было повторить движение за звездами телеканала и станцевать с ними, посоревноваться в баттле, попробовать себя в разных танцевальных направлениях и многое другое. Насколько охотно люди участвуют в этом, рассказали сами организаторы. Много, но первые три часа было побольше. Сейчас немножко народ подустал, но меняется. Поэтому мы не останавливаемся, мы танцуем. У нас и коллективы есть, и профессионалы, и обычные жители города. Сама гонка под названием «Танцевальная битва» прошла в минувшие выходные, а потому результаты уже известны. К сожалению, Приморская столица не стала победителем. Суммарное время на площадке составило чуть более 12 часов, что отбросило Владивосток на 12 место. Ну а безоговорочным победителем стала культурная столица нашей родины. Санкт-Петербург протанцевал в сумме более 16 часов, поставив абсолютный рекорд. Впрочем, это не помешало по-настоящему счастливым владивостокским танцорам и всем тем, кто любит двигаться под музыку, получить в тот день удовольствие и позитивные эмоции. Евгений Черемахин, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом.